Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку. За основной узорчик я выбрала рыбий скелетик и связала на осенне-весенний период. Если будете вязать на зимний, рекомендуем вам сделать шапочку с отворотиком, тогда она будет просто теплее. Как вы видите, на шапочке приспущенная затылочная часть по типу шапочки бини. Также я прикрепила на затылочную часть помпончик. Можете этого не делать. Я вам покажу упрощенный вариант закрытия макушечки. Для тех, кто любит этот узор, но боится как бы не сбиться, чтобы закрыть макушку таким же узорчиком, то я вам покажу очень простой, который можно, скажем, воспользоваться и как для прикрепления помпончика, так и носить вообще без помпона. У меня шапочка связана на обхват головы где-то 56-57 сантиметров. Если хотите, можете связать на раппорт, меньше набрав петельки от моего и в уменьшенном варианте, то есть где-то 54-56. Вот, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь. Свяжем с вами вместе. На данный размер у меня ушел практически один моточек. Для вязания я буду использовать пряжи фирмы Valencia. Это испанский производитель. Серия называется Napoleon. Здесь в 100 граммах 200 метров. И в состав входит 60% мериносовой шерсти, 4% бамбука и 36% акрила. Производитель рекомендует спицы номер 3,5-4. Я буду использовать номер 3,5 на коротеньком тросике круговые спицы. Также нам понадобится иголочка для закрытия макушечки и ножнички. Одного мотка вполне достаточно для вязания шапочки. Для данного размера, который у меня ушло, где-то 3,4 мотка. И 1,4 можно вполне использовать для увеличения размера, либо же для изготовления помпончика. Нам нужно набрать количество петель, кратное 10. Я набираю 100 петелек. Начальные 2 петли я набираю на 1 спицу, для того, чтобы не были растянутые крайние петли. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 98 петель. И затем плюс 1 петлю нам нужно набрать лишнюю, для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Она у нас сократится и останется изначальное нужное количество петель, то есть 100 петель, кратное 10. После того, как мы набрали нужное количество петель, у меня это 101 петля, я достаю одну свободную спицу, на которой нет начальных вот этих двух петелек. И затем приступаю к замыканию вязания в круг. Смотрите, нам нужно замкнуть таким образом вязание, чтобы вот эта наборочная косичка начальная не была перекрученная. То есть мы берем в правую руку там, где у нас набраны начальные петельки спицу, в левую руку там, где рабочая ниточка идет к матку. И вот смотрите, косичка не перекрученная. Теперь берем к последней петле, спускаем первую петельку, вот так, переснимаем с левой спицы на правую. Далее последнюю лишнюю набранную петлю переодеваем на первую и спускаем полностью с работы. То есть у нас получилась лишняя петля, опустилась между первой и второй набранной петлей. Затем возвращаем петлю обратно. То есть вот она, лишняя петелька, у нас сократилась между первой и второй петлей. Далее подтягиваем коротенький краешек ниточки на себя, рабочую нить от себя. И теперь я вам предлагаю, для того, чтобы потом в дальнейшем не прятать ниточку пришлось после окончания работы, вот этот хвостик отправляем к рабочей ниточке. И первые несколько петель мы провяжем за две рабочие ниточки, за хвостик и от мотка. Теперь мы начинаем формировать резиночку один на один. Первую петлю мы вяжем лицевой, вторую петлю вяжем изнаночной. И так продолжаем вязать до конца ряда, чередуя то лицевая, то изнаночная петля. Провязав несколько петелек, я бросаю хвостик и вяжу лишь только рабочей ниточкой, которая идет к мотку. И дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Если по очередованию в конце ряда у вас получилась изнаночная петелька, значит петли вы распределили правильно. Теперь для удобства я предлагаю вам повесить булавочку либо маркер между первой и последней петлей ряда, для того, чтобы вы видели, где у вас начало и конец ряда. И далее продолжаем вязать резиночку уже по сформированному первому ряду. Лицевые мы вяжем над лицевыми за ближайшую стеночку, изнаночные над изнаночными за дальнюю стеночку. Лицевая, изнаночная. Почему я уточнила, за какие полупетли мы вяжем, за дальние или ближние? Для того, чтобы красивой косичкой ложилась у нас резиночка, как с лицевой стороны, так и с изнаночной. И продолжаем вязать резиночку до желаемой ширины. Обычно это около 4-5 см. Насколько широкую, насколько узкую, вы решаете сами. Связав до необходимой высоты резиночки, у меня это 14 рядочков, я перехожу на основной узор. Сейчас самое главное нам запомнить, что ряды основного узора будут вязаться попарно. То есть мы первый ряд распределим петельки, второй ряд мы свяжем идентично первому ряду. То есть далее в третьем поменяем рядочки петельки, в четвертом также провяжем. То есть запомните, что каждый четный ряд вяжется по рисунку. Если вы вяжете круговое вязание, как у меня по кругу бесшовно, то соответственно мы повторяем просто нечетные ряды в четных, то есть они вяжутся идентично. Если же вы вяжете поворотными рядами, то есть и потом у вас будет шовчик на затылочной части, то запомните, что изнаночные ряды тоже вяжутся по рисуночку, как ложатся петельки. Итак, приступаем. Первый ряд нашего узора. Одна лицевая петля, одна изнаночная, одна лицевая и семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Вот это и есть наш раппорт узора из десяти петелек. Так мы будем чередовать до конца ряда. Обратите внимание, что лицевые петельки я вяжу за ближайшие полупетли, изнаночные я вяжу за дальние полупетли, и вот так вот лицевая, изнаночная, лицевая, далее семь изнаночных. Изнаночную за дальнюю раз, лицевую за ближайшую два, далее изнаночная три, четыре, пять, шесть и семь. Итак, повторяем до конца. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, семь изнаночных. Второй ряд вяжем аналогичным образом. Третий и четвертый ряд вяжутся следующим образом. Одна лицевая, одна изнаночная, семь лицевых, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и одна изнаночная. Повторяем. Одна лицевая, одна изнаночная, семь лицевых, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная и семь лицевых, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и десятая петля рапорта одна изнаночная. Так чередуем третий и четвертый ряд. Пятый и шестой ряд вяжутся следующим образом. Одна лицевая, семь изнаночных, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одна лицевая и одна изнаночная. Это 10 петель рапорта. Повторяем. Одна лицевая, семь изнаночных, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, одна лицевая и одна изнаночная. Вот так повторяем до конца этого ряда и следующего. Седьмой и восьмой ряд следующим образом вяжутся. В начале ряда делаем семь лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Далее одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная. Вот они 10 петелек, повторяем их до конца ряда. В начале идет семь лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Далее одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная. Повторяем так в этом ряду до конца ряда и в следующем. Семь лицевых, одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная. Девятый и десятый ряд вяжем уже чуть-чуть по-другому. То есть мы будем провязывать уже по шесть петель. Шесть изнаночных в начале ряда. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Далее одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная. Вот она 10 петелек наших. Повторяем шесть изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Затем одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная. Так повторяем до конца девятого ряда и вяжем точно так же в десятом ряду. Одиннадцатый и двенадцатый ряд. В начале ряда вяжем пять лицевых. Один, два, три, четыре и пять. Далее вяжем одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная и в конце две лицевые. Вот они наши 10 петелек рапорта. Повторяем. Пять лицевых. Один, два, три, четыре, пять. Одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная. В конце идут у нас две лицевые. То есть, если вы обратите внимание, у нас уже хорошо связано пол рапорта. И видно, там где идут у нас вот такие вот изнаночные полосочки по два ряда, там всегда будет семь петелек. Но эти семь петелек из-за того, что у нас есть начало и конец ряда, будут идти со смещением. В девятом-десятом ряду мы уже сделали первое смещение. Поделили. Сначала связали шесть изнаночных, в конце рапорта довязали седьмую изнаночную. В одиннадцатом-двенадцатом ряду мы опять делим эти семь петелек. Они у нас идут то изнаночные, то два ряда лицевые. И сейчас мы вяжем, получается, в начале рапорта пять лицевых, а в конце рапорта две лицевые довязываем. То есть, получается, шестая и седьмая лицевая. Итак, снова мы вяжем пять лицевых. Один, два, три, четыре, пять. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная и две лицевые. Если мы снова продолжим вязать следующий рапорт, то вот эти две лицевые, это уже как бы первая, вторая. Далее мы довязываем еще пять и получается семь лицевых. Как и здесь, вот если вы посмотрите чуть-чуть ранее. Вот они, семь лицевых. И мы продолжаем так вязать до конца одиннадцатого ряда и еще двенадцатый ряд. Пять лицевых, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная и две лицевые. Тринадцатый и четырнадцатый ряд вяжутся следующим образом. Четыре изнаночные в начале ряда. Один, два, три, четыре. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая и три изнаночные. Один, два, три. Вот так чередуем до конца эти десять петелек. Четыре изнаночные. Один, два, три, четыре. Далее идет одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая и три изнаночные. И снова, если вы обратите внимание, у нас поделились наши 7 петелек. В начале идут 4 изнаночные, в конце идут 3 изнаночные. Но если рапорты соприкасаются, то вот они, они 7 изнаночных так и есть. Повторяем. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и 3 изнаночные. Вот так чередуем до конца этого ряда и следующего. 15 и 16 ряд вяжем так. 3 лицевые в начале ряда. 1, 2, 3. Далее идет 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Повторяем. 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И снова наши 7 петелек поделились на начальные 3 лицевые и в конце 4 лицевые. То есть вот они, если мы посмотрим на рапорт назад, 7 лицевых петель вместе. Итак, чередуем 15 и 16 ряд. 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 4 лицевые. 17 и 18 ряд вяжем так. Вначале вяжем 2 изнаночные. Далее у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая. И, соответственно, коль мы вначале провязали 2 изнаночные, в конце у нас остается 5. Довязываем 5 изнаночных. 3, 4, 5. Повторяем. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И так чередуем до конца этого ряда и следующего. 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и в конце 5 изнаночных. И в итоге у нас получается снова рядышком 7 изнаночных. И, наконец, 19 и 20 ряд – это последние ряды первого рапорта окончания. И вяжутся они так. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 у нас вяжется в начале рапорта, лицевая петля. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и в конце 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова наши 10 петелек. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 6 лицевых. 10 петелек повторяем до конца этого ряда. И точно так же чередуем в следующем 20 ряду. Довязав до конца 20 ряд по рисунку, мы получаем вот такой вот первый рапорт узора высоту. Не пугайтесь, что он 20 рядочка, но в принципе здесь очень такой вот, я бы сказала, очень простой рисуночек. Главное, чтобы не сбиваться, где у вас начало-конец ряда. Можете отметить его такой вот большой булавочкой, именно по рядочкам, для того, чтобы вы не сбивались. Самое главное, это начало ряда. И затем вы просто чередуете это начало ряда, скажем, вот эти 10 петелечек в ширину, постоянно, постоянно на протяжении каждых двух рядочков. То есть смещение делаете в нечетных рядах, четные по рисуночку. И теперь мы после 20 ряда, 21 ряд, возвращаемся к первому. Первый у нас был 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 7 изнаночных. Так и начинаем. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можете включить видео для тех, кто хочет именно видео, потому как вязать вот эти 20 рядочков в высоту. Я уже записывать остальные ряды не буду, они у нас все равно повторяются. Вот, поэтому начав вот первый рапорт первого ряда, 21, мы начинаем как бы все сначала. Вязать нам нужно вот такой узорчик на высоту до убавления макушки. Если вы хотите, скажем, модель по голове, то вам нужно будет связать буквально пару рапортов и уже закрытие макушечки. Если же вы хотите удлиненную шапочку, то, соответственно, вы смотрите, насколько вы хотите ее длинную и свисающую по типу шапочки Бини. Вот, здесь уже зависит от вашего дела вкуса. Вот, поэтому мы продолжаем дальше спиралью сдвигать вот такие вот красивые рядочки, участки, я бы даже сказала, из 7 петелек. То есть, это по чередованию то два лицевых ряда, то два изнаночных, то два лицевых ряда, то два изнаночных. Вот я почему и говорила, что если у вас поворотные ряды, то просто изнаночные ряды вяжем по рисуночку. Вот такая у нас спиралька получается. И так вяжем ее дальше. Для удобства вязания шапочки я вам сделала вот такую схемку от руки, где в схемке я точечками обозначила лицевые петельки, крестиками обозначила изнаночные петли. Рапорт узора, как я и говорила, составляет 10 петель в ширину и 20 рядочка в высоту. Это рапорт узора 1 в ширину и в высоту. Такие вот рапорты узора у нас повторяются по ширине на протяжении вывязывания всей шапочки. И существует два способа закрытия макушечки. Первый способ, он конечно же сложнее, это закрытие петелек по рисуночку. То есть вы делите общее количество петель, у меня это 100 петелек, на 4 равных части. И закрываете по секторам, провязывая в начале сектора каждого ряда 2 петельки вместе с наклоном в правую сторону. Затем вяжете рапорт по рисуночку и далее в конце сектора делаете наклон в левую сторону, провязывая наклоны петлями убавления 2 вместе 1 лицевой петлей. Для того, чтобы сделать наклон в правую сторону, нужно провязывать петельки за передние стеночки, то есть 2 вместе 1 лицевой за передние стенки. Для того, чтобы сделать наклон в левую сторону, за дальние стеночки нужно провязывать 2 петельки вместе 1 лицевой. Убавление нужно делать только лицевыми петельками, для того, чтобы красиво ложился у вас рисуночек. Вот, получатся такие вот как бы клинья елочками и между ними будет вот такой вот рисуночек. Второй, скажем, способ, он гораздо проще, так как я буду делать шапочку с помпончиком, то я буду делать закрытие макушечки гораздо проще. И оно получится тоже аккуратно и упрощенно, я бы сказала, потому что вот этот вариант с клиньями, вот деление на сектора, он достаточно сложный и требует, скажем, внимательности, усидчивости для того, чтобы следить за вот этой схемкой и делать убавление. Я вам покажу гораздо проще способ. Мы сейчас провязываем высоту шапочки, это уже вы как бы решаете сами, насколько вы хотите ее глубокую. Если вы хотите просто по голове, то, соответственно, это должна быть шапочка не более 19-20 сантиметров. Если же вы хотите более, скажем так, глубокую, еще и с висающей макушкой по типу шапочки Бини, то, соответственно, провязывайте где-то порядка 22-23 сантиметров, а затем будем закрывать макушечку. Итак, я связала три полных рапорта узора и два ряда уже четвертого рапорта. То есть начальные, там, где мы переходим на изнаночные ряды. Я перешла на изнаночные ряды и теперь я, получается, провязав 22 сантиметра в высоту, начинаю закрывать с третьего ряда петли для макушки. Почему именно с третьего ряда? Я решила перейти как раз-таки в лицевом ряду для того, чтобы убавлять петельки. Сейчас по чередованию ряда у нас должно получиться в третьем ряду одна лицевая, одна изнаночная, семь лицевых и одна изнаночная. Вот с таким вот, скажем, сдвигом мы будем делать убавление. Итак, лицевая, изнаночная мы так и провязываем, лицевая, изнаночная. А далее у нас должны быть семь лицевых. Вот вместо семи лицевых я провяжу три раза убавления. Я поверну вот эту лицевую, следующую, и вместе с изнаночной провяжу ее одной лицевой за дальние стеночки. Это получается первое убавление. Далее, следующие две изнаночные вместе это второе убавление. И следующие две вместе изнаночной это третье убавление. А седьмую лицевую я провяжу просто одной лицевой. И у меня получается вместо семи лицевых всего лишь провязаны четыре. И в конце у нас должна идти одна изнаночная. Вот мы ее довязываем. Далее повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая вместе со следующей изнаночной одной лицевой убавления за дальние стеночки раз, две изнаночные убавления за дальние стеночки второй раз и две изнаночные за дальние стеночки убавления третий раз. И довязываем четвертую лицевую. Просто одной лицевой без убавления. Далее изнаночная в конце рапорта, лицевая, изнаночная, лицевая вместе с изнаночной убавления первый раз, 2 изнаночные вместе убавления второй раз и 2 изнаночные убавления вместе третий раз. Довязываем просто изнаночную одной лицевой и вот так чередуем до конца этого ряда. Довязываем первый рапорт, второй рапорт и третий рапорт. Все время он у нас заканчивается изнаночной петлей, дальше лицевая и изнаночная, 3 убавления подряд, я их делаю за дальние стеночки, лицевая с изнаночной раз, 2 изнаночные второй раз и 2 изнаночные третий раз. Просто довязываем одну лицевую и одну изнаночную. Четвертый ряд рапорта у нас вяжется по рисунку, соответственно и второй ряд макушечки я провяжу по рисунку, для того, чтобы у меня не было видно убавлений на лицевой стороне. Лицевая и изнаночная, далее лицевые, мы просто над убавлением провязываем лицевые, как и по рисунку, заканчиваем рапорт одной изнаночной. То есть так и продолжаем вязать лицевые над лицевыми петлями, изнаночные над изнаночными, над петлями убавления, так как мы их делали лицевыми, мы также провязываем лицевыми и заканчиваем рапорт изнаночной петлей. Третий ряд убавления макушечки это пятый ряд основного рапорта узорчика. Мы сократили на ряд ниже 3 петельки, соответственно у нас теперь в рапорте вместо 10 петель всего лишь 7. И мы должны вместиться в пятый ряд по рисунку со смещением. Он вяжется у нас лицевая, 7 изнаночных, лицевая и изнаночная. Мы сейчас начинаем с лицевой, далее вместо 7 изнаночных мы провяжем 4, то есть у нас было 7, 3 сократили, вот они 4 петли. Их провязываем 4 изнаночные. 1, 2, 3 и 4. Связали 4 изнаночные, в конце ряда рапорта у нас лицевая и изнаночная. Так и вяжем лицевая и изнаночная. Вот он наш рапорт узора. Лицевая, 4 изнаночные, лицевая и изнаночные. Так и продолжаем вязать этот ряд. Лицевая, далее 4 изнаночные, 3, 4, лицевая и изнаночные. То есть мы делаем смещение вот здесь вот по рисунку, как оно и должно идти в пятом ряду основного рисуночка. Но только лишь мы вместо 7 изнаночных вяжем 4. Снова повторяем лицевая, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. И в конце рапорта лицевая и изнаночная. Вот так чередуем до конца третьего ряда убавления макушки или пятого ряда основного рисунка. Шестой ряд в рапорте узора вяжется по рисунку. Так как это четный ряд, то соответственно и четвертый ряд убавления макушки мы провяжем по рисунку. Повторим, получается третий ряд, это лицевая, 4 изнаночные петли, лицевая и изнаночная. То есть повторяем наши 7 петелек по рисунку до конца четвертого ряда. Лицевая, 4 изнаночные, лицевая и изнаночная. Пятый ряд макушки мы провяжем как седьмой ряд основного узора. Он вяжется следующим образом. 7 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. Вместо 7 лицевых у нас осталось всего лишь 4. Поэтому в начале ряда у нас вместо 7 лицевых по узорчику будет 4 лицевые. Но мы снова продолжаем делать убавления. Поэтому я поворачиваю дальней стеночкой первую лицевую петлю ряда вперед. И за дальней стеночкой вместе с изнаночной провязываю 1 лицевой. Далее 2 изнаночные, следующие я также провязываю вместе 1 лицевой. И у нас вместо 7 лицевых в начале 7 ряда рапорта узора высоту получается 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. Повторяем. Лицевую поворачиваю дальней стеночкой вперед. Это для того, чтобы красиво у нас было сокращение и ложилось красивой косичкой узорчик. Далее лицевая с изнаночной вместе 1 лицевой. 2 изнаночные вместе 1 лицевой. То есть 2 убавления подряд я делаю. У меня получается 2 лицевые вместо 7 петель. То есть мы уже получается 5 из 7 сократили. И далее довязываю изнаночная, лицевая и изнаночная. Снова убавление. Лицевая с изнаночной за дальней стеночки вместе лицевой раз. Лицевая из 2 изнаночных 2 убавления. Далее изнаночная, лицевая и изнаночная. То есть вместо 10 петель раппорта у нас сейчас всего лишь 5. Убавление, убавление, изнаночная, лицевая, изнаночная. Начиная с вот этой 2 лицевой можете ориентироваться на нее. Вот она 2 лицевая. Мы ее разворачиваем и вяжем вместе с изнаночной 1 лицевой. Далее 2 изнаночные лицевой. И до конца раппорта у нас остается всего лишь 3 петельки. Мы их довязываем по рисунку. Изнаночная, лицевая и изнаночная. Шестой ряд макушки. Здесь в принципе уже нечего оставлять для следующего провязывания изнаночных рядочков. Поэтому мы сейчас сократим следующим образом наше вязание. Смотрите, мы вернем к первой петле последнюю петлю ряда, то есть к лицевой петле вот эту изнаночную. И провяжем их вместе одной лицевой. Лицевую и изнаночную петлю, последнюю петлю изнаночную ряда. Далее у нас идет следующая лицевая петля над петлей убавления. Так и провязываем ее лицевой. Далее идет изнаночная и лицевая петля. Мы изнаночную поворачиваем дальней стеночкой вперед. И заводя за лицевую петельку провязываем эти 2 петли вместе. далее снова у нас идет изнаночная лицевая мы поворачиваем изнаночную и вместе с лицевой петлей провязываем их одной лицевой то есть делаем сразу же убавление далее следующее у нас идет просто лицевая мы провязываем ее лицевой когда идет у нас изнаночная следующая после нее лицевая изнаночную поворачиваем и провязываем вместе с лицевой 1 лицевой вот она снова изнаночная лицевая, поворачиваем изнаночную и провязываем вместе с лицевой. Далее вот она у нас просто лицевая, мы провязываем над ней лицевую. Далее идет изнаночная лицевая, мы поворачиваем изнаночную и вместе с лицевой провязываем одной лицевой. Снова изнаночная лицевая, изнаночную поворачиваем и провязываем лицевой. То есть получается два убавления лицевая, два убавления лицевая. Вот так и чередуем до конца этого ряда. Для того, чтобы у нас не слишком была стянутая вот здесь вот макушечка, я предлагаю вам 7 ряд провязать просто лицевые петельки без каких-либо изменений. Начиная с первой петли все петельки вяжем лицевые. В 8 ряду макушки я предлагаю вам все петельки связать попарно. Первую, вторую провязать вместе одной лицевой, далее третью, четвертую вместе лицевой, пятую, шестую и так далее, сократив петельки в этом ряду в два раза. Провязали один ряд с убавлениями и далее снова я рекомендую провязать один ряд просто лицевыми петельками для того, чтобы не слишком стягивалась наша макушечка. Вот у нас остались петельки и сейчас два варианта. Первый провязать еще один ряд убавления попарно провязывая первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую петлю лицевой и так далее. Либо же просто эти петельки переодеть на иголочку, переодетую в ниточку, в детую ниточку. И я, наверное, выберу еще один ряд убавления, так как я люблю, скажем, чтобы у меня макушечка была не слишком стянутая, поэтому я провязываю один ряд убавления. После него я не провязываю никаких больше рядочков и петелек, а просто переснимаю петли. Желательно рекомендую вам всегда перед тем, как отрезать ниточку и вдевать в иголочку, померять шапочку на голову. Если вам мало этой длины, то можете провязать еще непосредственно один, скажем, рапорт, либо же ряд, либо же несколько рядочков, то есть уже в зависимости от вашего вкуса. И точно так же делать убавления, как мы делали вот в этом первом лицевом ряду, когда вы переходите, вот изнаночные рядочки лицевые, вот когда вы переходите с изнаночных на лицевые рядочки, вот в этом ряду я делала убавления раз и второй раз при переходе снова же на лицевые рядочки, вот. И тогда уже после того, как вы определились, скажем, с высотой, вы уже закрываете макушечку, если хотите. Я думаю, что принцип вам остался понятен, вот. И только лишь тогда вы меряете шапочку, вам все подходит, все нравится. Вы отрезаете ниточку и вдеваете ее в иголочку, как это сейчас делаю я. Отрезаем не слишком коротенькую ниточку, оставляем такую, чтобы было удобно работать иголочкой и вдеваем в иголочку. И берем, начиная с первой петельки, переодеваем эти петельки, открытые на иголочку. Вот я поочередно как вязала, провязывала ряд, так и сейчас точно переснимаю с таким же, скажем, таким же порядком, как и провязывала. Вот, перехожу на вторую спицу и с нее точно так же переснимаю. Убираю спицы полностью с работы, я оставляю ниточку немножечко при вытянутой там, где ее вводила в работу. Сейчас я вам покажу для чего. Я делаю как бы условную петельку, вот так, можно пока иголочку убрать, если вам неудобно. И смотрите, что я делаю. Я беру, стягиваю вот эти края вот этой петлей, вот она рабочая движущая петля с рабочей ниточки. Мы продеваем сквозь эту петлю рабочую нить раз, вот так, и хорошо затягиваем, делая новую петельку. Вот она, смотрите, то есть продели раз, затянули хорошо так, чтобы дырочки не оказалось у вас, вот, и продеваем еще раз рабочую нить сквозь эту петельку. Таким образом у вас получился двойной узелочек, но он получился достаточно аккуратный. Здесь макушка стянулась, а теперь нам нужно вот этот хвостик убрать во внутреннюю сторону и спрятать его. Вывернув наизнанку, можно и с внутренней стороны немножечко закрепить. Я делаю это таким же образом. Подхватываю любую петельку, делаю рабочую петлю, сквозь нее продеваю вот эту ниточку, привытаскивая и хорошо-хорошо затянув еще раз сквозь нее продеваю рабочую нить. Таким образом у нас получился снова условный узелок, но он достаточно мягкий. Вот и сквозь колечко, там где у нас петельки последний ряд, там где мы их нанизывали, вот оно получилось колечко, я еще раз продеваю рабочую нить, но уже иглой и вот так вот фиксирую ниточку. Буквально пару стежочков будет достаточно. Вот и отрезаем вот эту ниточку, чтобы она у нас с изнаночной стороны не мешала. И все. В принципе, нам осталось лишь только сделать тепловую обработку. По желанию можете постирать шапочку, либо отпарить. Самое главное не гладьте, чтобы ваше изделие не деформировалось. Я вот этот маркер снимаю, он мне больше не нужен. И все, получилась вот такая шапочка. Как на мой взгляд, получилась достаточно аккуратненькая макушка, которую можно носить и без помпончика. То есть, в принципе, не стоило, как вы видите, заканчивать первым вариантом, который я вам предлагала в устном формате. Вот, точно так же второй вариант мы закрыли, как бы немножечко, вот вы видите, рисуночек сужался. Вот, и в итоге мы вышли на буквально тут 4-5 рядочка в лицевой глади, которую, в принципе, достаточно аккуратно имеет вид и для макушки, которую можно носить шапочку без помпончика. То есть, она у нас получилась вот так вот с отворотиком немножечко, с нахлёстиком назад. Я сделала не слишком длинную, можно было бы сделать подлиннее, для тех, кто любит подлиннее такую вот хипстерскую, оттянутую назад, то можно сделать ее подлиннее. Я сделала ее, скажем, средней. Вот, немножечко, как вы видите, она идет на макушке волной, но она приемлема и достаточно аккуратно имеет эстетичный вид. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось, было интересно. Обязательно вяжите вместе со мной еще, смотрите мои видео на канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Всем ровных петелек, хорошего настроения, пока-пока!